Переломным моментом в армяно-азербайджанском конфликте стал 2018 год, когда Серж Сарксян, который готов был перерезать горло любому, кто мог бы посигнуться на его власть в Армении, неожиданно для всех уступил свое кресло-человечку с рюкзаком Николу Пашиняну. Об этом, как передает АХАРАС, в эфире передачи «Русский интерес», заявил директор Центра истории Кавказа Резван Гусейнов. Отметим, что ведущим передачи выступил экс-помощник руководителя администрации президента Российской Федерации Евгений Михайлов. Резван, вы можете ответить, прокомментировать как-то ответ Игоря Ивановича? Спасибо, очень серьезный экспертный анализ, четкий расчет, показана основная картина, которая была видна как с телеканалов, так и с прессы, ну и плюс аналитические способности, уважаемого господина Стрелкова. Ну, что я могу добавить? То есть, армия долго готовилась, потому что никакой переговорный процесс не помогал решить вопрос, и где-то перелом произошел, так скажем, в 2010-х годах и позже. Когда уже, опять-таки, вы, наверное, заметили, что не я, что не моя страна, никогда не скрывая своих намерений. Вот это добрая кавказская черта, дай Бог другим, многим. И мы четко взяли курс на то, что если в ближайшие годы армянской стороны, те, кто за ней, я, опять-таки, стараюсь особо не делать акцент на том, кто все эти годы поддерживал Армению, и как, какими видами вооружения, инструкторами и так далее, и деньгами. Это второстепенно, война – это война, нету разницы, кто за кого. И где-то к 2015-2016 году, особенно после апреля 2016 года, армянская сторона поняла сигнал. То есть, естественно, пресса события, вот эти боевые действия апреля 2016 года представила как неудачу Азербайджана, что и, по моему мнению, и прекрасно, очень прекрасно, что армянская пресса и зарубежная пресса посчитала апрельские бои Азербайджана неудачной попыткой захватить, как они говорили, Карабах. Значит, после этого они успокоились, выводов не было сделано. Какую цель преследовал Азербайджан, это могут понять военные, наверное, находящиеся в студии тоже в апреле 2016 года, что проверял и как проверял Азербайджан. Но узкое высшее руководство Армении очень прекрасно поняло сигнал. И уже в 16-17, начало 18-го года высшее политическое руководство Армении делало всякого рода телодвижения, чтобы как-то попытаться избежать того, что будет. Не буду уходить в конспирологию, это неблагодарное дело, но взаимодействуя постоянно с армянскими политическими деятелями весь этот период, благодаря их информированности, уже в мае 18-го года, когда вдруг неожиданно товарищ Серж Саркисян, который может перерезать горло любому, встал и уступил место человеку с рюкзаком, то есть Николу Пашиняну, мои армянские коллеги стали мне сигнализировать, что Серж нашел выход из ситуации, вот привели человечка, который мало что понимает, что к чему, через него будет сделано то, чтобы Карабахский клан, то есть ныне уже прежнее руководство Армении, это Серж Саркисян, Кочаря, Кочаря, они смогли спасти лицо и на перспективу иметь политический вес как победители. Первой Карабахской войны, ну а Пашинян и вся вот эта команда должны были исполнить роль лузеров, проигравших. Однако не все пошло так, как хотели сделать Серж Саркисян. Кстати, Кочарян Роберт неоднократно об этом говорил до начала войны, что Серж ведет очень опасную игру, непредсказуемую, и он оказался прав, потому что Запад тоже имеет свои рычаги и технологии, очень-очень многолетние технологии, поэтому вся надежда на то, что после Карабахской войны Пашиняна сметут, как он пришел, так его и сметут, и Карабахский клан вернется, чтобы опять вести Армению светлое боевое будущее, обещать войну, пока что не удался. И вот это та самая точка, которая тревожит многих, наверное, и коллег, собравшихся в студии. Что будет с Пашиняном? Есть такое мнение, что Пашинян устраивает всех. Пока Армения не выполнит все пункты, фактически своей капитуляции, я думаю, Пашинян устраивает и Кочаряна, и Серж Саркисяна, и всех. И для Пашиняна другого варианта нету, потому что он осознанно знал, на что идет. Я еще раз повторяю, он осознанно знал, в том числе и бывшее руководство Армении, прекрасно знало, что делали. А дальше какая разыгралась драма, приведшая к потерям, я не буду говорить о цифрах, будем говорить тысячи и тысячи человек, как военных, я имею в виду и с армянской стороны, и с азербайджанской, так и мирных граждан. Потому что по-иному не объяснить, вот как я вначале отметил, то, что пишется в книжках, приходится, к сожалению, вырубать, к сожалению, менять силы оружия. Потому что армянское общество не поняло бы того руководителя, который бы сдал, как они считают, территории. То есть изначально, после терпитросяна, после терпитросян понимал ситуацию, что надо делать какие-то уступки Азербайджану, чтобы избежать следующей войны. Однако его смели и не без поддержки с Россией. Наверное, вы все в курсе этого. События 98-го, 99-го года, расстрел парламента и приход реваншистов, которые сказали, что ничего уступать не будут. Вот поэтому нынешнее поражение Армении, я считаю, ошибочным. Все сваливать на Пашиняна, который всего лишь год-два. А до этого заложено было это поражение именно той политикой, которую вел Роберт Кочарян и Серж Саркисян. Просто они очень удобно, красиво, классически уступили место человеку, на которого все слили. Спасибо. 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 Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Субтитры создавал DimaTorzok